Чекисты сегодня ночью задержали Алексея Шершова, одного из приближенных семьи бывшего президента Курманбека Бакиева. Как сообщает ГКНБ, он арестован по подозрению в коррупции в рамках уголовного дела по факту незаконного вывода из госсобственности дорогостоящих объектов недвижимости на территории Центра отдыха «Аврора плюс» в Исакульской области. Следствие считает, что он был во главе этой коррупционной схемы, в которой участвовали высокопоставленные чиновники целого ряда госорганов, управделами президента, фонда госимущества и ГРС. В преступной группе, как отмечается, были задействованы также судьи, начиная от районных и заканчиваясь судьями Верховного суда, которые своими решениями узаконивали вывод государственной собственности. За это им давали либо крупные суммы денег, либо недвижимость, в том числе в «Авроре плюс». Всего, по данным чекиста, в преступной группе были выведены 56 дорогостоящих квартир и 27 коттеджей. Алексей Шершов водворен в изоляторе временного содержания СИЗО ГКНБ. Он, напомним, в Кыргызстане в прошлом был председателем правления ТНК «Достан». Также занимал должность финансового директора электрических станций и распредкомпании «Северэлектро». Шершова называют автором коррупционных схем в энергосекторе, начиная от способов списания электроэнергии, неофициального экспорта и аренды сетей, и заканчивая темными тендерами для аффилированных компаний и схемой по купле-продаже газа. Поэтому в стране для упоминания коррупции в энергетике часто используются понятия «шершовские схемы». Некоторые эксперты в этой сфере считают, что некоторые из его схем действуют до нынешних пор. Счетная палата проверит годовую финансовую и иную деятельность компании «Кумторголд Компани». Поручение дал президент Садар Джапаров, о чем он сам сообщил, написав пост в социальных сетях. Он напомнил, что скоро, 17 мая, будет ровно год, как на руднике было введено внешнее управление. Джапаров отметил, что по завершении проверки народу будет представлен подробный отчет. Напомним, чуть больше месяца назад власти страны объявили о подписании мирного соглашения между Кабинетом министров и канадской компанией «Цинтера». Документ урегулирует разногласия по управлению компанией «Кумторголд Компани» и Кабмин теперь получил право полного управления и владения рудником. Для расследования авиакатастрофы в даче СУ будет создана общественная комиссия. Об этом также на своей странице в социальных сетях написал президент Садар Джапаров. Он считает, что следствия по этому делу ведутся очень плохо и медленно. Более того, как сообщил президент, поступают сведения, что следователи могут многое скрывать. Поэтому глава государства решил сформировать общественную комиссию, в которую приглашаются активисты, журналисты-расследователи и представители НПО. Садар Джапаров при этом обещает оказать всестороннюю государственную поддержку этому расследованию, а также предоставить доступ к документам следственной группы. Напомним, 5 лет назад, 16 января, грузовой самолет Boeing 747 турецкой авиакомпании ACT Airlines, который совершал рейсы из Гонконга в Стамбул, рухнул вблизи аэропорта Манас на садово-дачный поселок Дачи-Сум. В результате крушения погибли 35 местных жителей и 4 члена экипажа, граждане Турции. В поселке полностью были разрушены 19 домов, а 7 домов признаны аварийными. Частичные разрушения получили 12 домов. Согласно официальной версии, лайнер направлялся в Бешкекский аэропорт для дозаправки топливом. Согласно отчетам Межгосударственного авиационного комитета, главной причиной трагедии явилась ошибка пилотов. При попытке посадки в аэропорту Манас на высоте 17 метров экипаж решил уйти на второй круг, сообщив об отсутствии визуального контакта. Но через несколько секунд самолет столкнулся с забором аэропорта и упав прямо на жилые дома. Спустя 5 лет все еще остается вопрос о том, кому принадлежал груз на борту самолета и как распределялись деньги, собранные в помощь пострадавшим в трагедии. Также много вопросов вызвали найденные на месте авиакатастрофы инструкции к электронным устройствам на каргызском языке. Тогда официально сообщалось, что в самолете было 85 тонн груза. Это был пожар. В службе исполнения наказания опроверглись сообщения о том, что на территории исправительной колонии номер 47 в Бешкеке минувшей ночью заключенные устроили бонд. На месте, как сообщается, произошел только пожар. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в электрощите. Сотрудники колонии и заключенные не пострадали. В МЧС сообщили, что вызов поступил в полночь. Пожар локализовали в час ночи и полностью потушили ближе к 4 утра. Сгорели 200 квадратных метров кровли двухэтажного здания и три помещения. Водитель и пассажиры грузового микроавтобуса едва не пострадали в результате камнепада на альтернативной трассе Север-Юг. Машина Mercedes-Benz Sprinter остался под завалами после камнепада, но, к счастью, находившиеся внутри люди не пострадали. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел в ночь с 7 на 8 мая на участке дороги Казарман. В этом месте, по словам местных жителей, со склона горы часто падают камни и призывают водителей быть крайне осторожными. В Бишкеке сотрудники ГКНБ арестовали члена организованной преступной группировки. Он со своим подельником был задержан на территории столичной клинической больницы номер 4. Как отмечается, ОПГшник находился в розыске с 30 апреля этого года. Его подозревают по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». Сообщается, что подозреваемый запугивал местное население в Джалабадской области, а также нанес тяжкий вред здоровью одному из жителей. А в настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия. Ваши фотосессии на полях с маками вредят сельхозпосевам. Милиция обращается к гражданам не топтать поля и уважать труд фермеров. В ОВД Чуйской области также прокомментировали инцидент, который произошел накануне на одном из земельных наделов в Ламенинском районе. Рядом с селом Ташмойнок. В социальных сетях распространили видеоконфликта двух женщин. В ролике слышно, как людей призывают не топтать посевы и предупреждают их, что фермеры понесут ущерб. На следующем кадре уже драка с женщин. Их, как отмечается сейчас, ищет милиция. Правоохранители опросили хозяина поля. Он сообщил, что участница драки не знает, а об инциденте узнал от своих соседей. Отметим, каждую весну на полях вокруг столицы расцветают маки, что привлекает любителей запечатлеть себя на их фоне. Из-за этого бывает, что часть посевов или просто вытаптывает сам. Здание освободить, оборудование оставить. С таким требованием сегодня в Бишкеке группа женщин вышла на митинг к зданию многопрофильной больницы номер два. Вернее, к тому корпусу, где находится микрохирургия глаза Алмазбека Исманкулова. Собравшиеся считают, надо быстрее выстелить сотрудников частной клиники, потому что, по их словам, мест не хватает в других больницах. Исманкулов назвал это очередной провокацией и добавил, что его клиника не является собственным зданием, а лишь арендует его. Напомним, столичный муниципалитет ранее расторг договор аренды. Исманкулов не согласился с решением и обжаловал его в суде. Он сообщил, что если суд признает одностороннее расторжение договору законным, госпиталь освободит здание. Отметим, что глава Минздрава Алмазбека Исманкулова с начала марта пытается выселить из этого здания клинику Исманкулова. Ее пытались опечатать, блокировали строительными лесами, у входа выгружали песок и даже заваривали ворота. Однако клиника все еще работает. Митинговали сегодня и в Карабалте. Там, возле здания государственной районной администрации, собрались местные предприниматели. Они требуют отменить контрольно-кассовые машины и сохранить патентную систему оплаты налогов. По их словам, предприниматели сталкиваются с проблемой использования ККМ. Они просят прекратить проверки с последующими наложениями высоких штрафов. Ранее, как отмечается, представители малого и среднего бизнеса провели встречу с руководством налоговой службы Джаильского района, где прозвучали призывы к предпринимателям сферы торговли не открывать свои магазины. В Кыргызстане закрыли 18 автошкол. Их лицензии отозвали из-за несоответствия требования. Как сообщили в пресс-службе ГУБДД, всего была проверена деятельность со 142 автошкол. Было выявлено, что лишь 13 из них полностью отвечают всем необходимым для обучения будущих водителей требованиям. А в результате проверки на 47 автошкол были наложены штрафы. Отметим, если прежде выдачей лицензии автошколом занималось Министерство образования, а госучреждение УНА выдавало водительские удостоверения, то с начала этого года по поручению президента все эти функции были переданы МВД. В магазинах и рынках по всему Кыргызстану начались внеплановые проверки. Об этом сообщают в департаменте госсанэпидемнадзора. Специалисты ведомства, как отмечается, проверят, как хранится скоропорчащаяся и кондитерская продукция. И примут меры в случае выявления нарушений. В департаменте просят население не приобретать скоропорчащиеся кремово-кондитерские изделия в местах стихийной торговли, а также в торговых объектах без соблюдения условий хранения. Напомним, в начале мая в Аше произошло массовое отравление пирожными одного из кондитерских цехов. В них обнаружен стафилококк. Отравились 56 человек. А 6 мая в центре Бишкека шаурмой из фосфуд-точки Эль-Эмнеджейта отравились 10 человек. На этом пока все о развитии событий. Вы узнаете из наших вечерних выпусков. Уверимся. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»